Всех с днём рождения, вот и новый боксер Metal Gear Solid за марафон. Огроменная куча... колёсника, которая будет радовать врагов халявным фрагом. Да, с БРом снова намудрили, дали 10.3, будто бы сравнив с куском говна Вилкосом, который ещё хуже находится на 10.7. И прям самая похожая на него машина у шведов уже на 10.0. Ну понятно, всему виной ДМ-63, который пробивает 63 советских автоматозаряжания вдоль. Ну а дело даже не в этом, а что боксер настолько огромный, что его не пропустят даже самые залитые пивом крысиные глазки. Прятать его куда-то просто нереально, а в дефолтном укрытии он погибнет насмерть даже в самую крышку башни. Комфортный плюс это заряжат автомания с КД в 5 секунд. Если же всё же каким-то чудом удалось объехать врага, быстрые минусы ты сделаешь. Ну и кстати, для 105-ки тут и правда очень хороший урон, хотя бы за это спасибо. В плане подвижности в сотый раз повторюсь, что на таких БР-ах колёсники пусть и хорошо и быстро едут, но и ОБТшки далеко не тортоисы. При этом об очевидных плюсах ОБТшки над простым колёсником говорить нет смысла. А ещё от тормоза у МГТСа, как на велосипеде, просто педали в обратную сторону крутить надо. И вот ты вроде на 10 км в час быстрее куда-то приехал, тебя увидели с другой карты и снесли лицо ваншотом в силуэт. Да, тут всего три члена экипажа, поэтому и в лоб можно ваншотнуть, и чисто в башню, ещё и бэкапа натыкано сзади. А чисто снаряда в первой очереди всё же маловато, да и бессмысленно возить именно столько. Короче, получаем гамми-плауза слона с реактивным двигателем, который пытается спрятаться за деревом. Жаль, если кто надеялся на хорошую тачку, чтобы талик туда повесить, а получил обсёр МБР. Всем, кроме коллекционеров, советую продавать, уникального вообще ничего нет, дефолтный колёсник не на своём МБРе, который может, ну, только крысить, злиться и трястись.